Кого Библия называет Спасителем? В книге Иоанна о Христе мы читаем, что нет ни в коем боли спасения, только в нем. И у апостола Павла, и у апостола Иоанна Богослова также читаем, что мы ожидаем явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но у пророков говорится «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Мы видим, что Спасителем назван только один Господь Бог, и назван Иисус Христос, ведь Христос истинный Бог. Теперь давайте с вами прочитаем Матфея 3.3. «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз, вопиющий в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези Ему». О ком говорится здесь? Об Иоанне Крестителе, который был пророком перед пришествием Иисуса Христа, который проповедовал пришествие в мир Иисуса Христа. Давайте же прочитаем это место у пророка Исаии. «Глаз, вопиющий в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу Нашему». Здесь опять мы видим, что Иисус Христос назван Богом. Кто есть истина? У пророка Иеремии читаем «Господь Бог есть истина, но Сам Христос о Себе говорил, Я есть путь, истина и жизнь». Кто является светом? Бог есть свет, но и Христос есть свет истинный. У пророков Бог о Себе говорит «Я Господь принимаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути Его и по плодам дел Его». Но и Христос о Себе говорит «Я есть испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». У псалмах мы читаем «Только в Боге упокоится душа моя». Но Христос говорит о Себе «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас». У пророков Бог назван Бог-Избавитель, но и о Христе мы также читаем, что Он-Избавитель. Бог говорит о Себе, что Он есть Бог-Пастырь, но о Христе мы также читаем, что Он-Истинный Пастырь. Бог о Себе говорит «Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он-Наставник?» Но сам Христос о Себе говорит, один у вас наставник – Христос. О Боге в псалмах сказано, что Он будет восседать царем вовек. Но о Христе также говорится, что Он будет царствовать, и царствия не будет конца. Бог о Себе говорит, что Он – Царь Израиля. И о Христе сказано, что Он – Царь Израиля. В Евангелии от Иоанна в 8 главе, когда Иудеи спросили «Кто ты?», Иисус сказал им «От начала сущий, как и говорю вам». Но в книге «Исход» Бог о Себе говорит «Я есть сущий». И сказал «Так скажи сынам Израиля, сущий послал Меня к вам». Чье пришествие обещал Бог? В Матфея 11.3.6 мы читаем «Когда Иоанн Придже послал своих учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен тот, кто не соблазнится о Мне». Почему Христос так ответил? Это потому, что Он говорил словами пророка Исаии «Скажите рабским душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш приедет от мщения, воздаяния Божие, Он приедет и спасет вас, тогда откроются глаза слепым, и уши глухих отверзутся». Мы видим, что слова Иисуса Христа «Блажен, кто не соблазнится о Мне» означает, что блажен, кто не усомнится в словах пророка Исаии, что именно Бог ваш приедет, что Он, этот Бог, уже пришел, что Он истинный Бог. В Захарии 2.10 мы читаем «Ликуй и веселись через Сиона, ибо вот Я приду, и поселюсь посреди тебя», говорит Господь Бог. Иудеи знали эти пророчества и ждали пришествия Бога, и поэтому, когда Христос открыл исцеленному юноше, что это Он, то Тот пал и поклонился Ему. Также и апостол Павел, объясняя евреям, кто такой Христос, использует стих из Псалма. Я сказал, Боже мой, не восхисти меня в половине дней моих, Твое лето в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твоя не кончаются. О ком здесь говорится? Разве не о Боге, что Он творец всего, что Он неизменяемый? Но апостол Павел говорит, что это было сказано о Сыне. А о Сыне – престол Твой Божий во век века, жаз царствия Твоего, жаз правоты. Ты возлюбил правду и возлюбил беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, боли соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребудешь. И все обветшают, как риза и как одежду, свернешь их и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твоя не кончаются. Апостол Павел относит эти слова к Иисусу Христу. Он – Творец всего видимого и невидимого. Он – истинный Создатель. В Послании Колосая мы читаем, «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для Него создано, и все им стоит». А в Евангелии от Иоанна о Христе говорится, «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». Бог о Себе говорит, «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса». Кто был продан за 30 серебряников? Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли 30 серебряников в цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшачника, как сказал мне Господь». Но давайте прочитаем это место у самого пророка Захарии. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, то не давайте». «И они отвесили в уплату мне 30 серебряников, и сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников, и бросил их в дом Господень для горшачника». Итак, Господь Бог говорит, что Его самого оценили, а у Матфея мы читаем, что оценили Иисуса Христа. «Христос – истинный Господь Бог, Он – истинный Творец всего видимого и невидимого, Он – Господь Саваоф, Он – Господь Вседержитель, Он – истинный Праведный Судья, Искупитель, Начальник мира, Царь веков, Бог славы». И мы увидели, что те слова, которые относятся к Богу Отцу, к Богу в Ветхом Завете, те же все самые слова говорили и апостолы, и сам Христос о Себе Самом. То есть, Бог Ветхого Завета пришел на землю во второй Своей ипостаси, в Сыне Своем, и стал человеком. Отец послал равного Себе Сына. И Христос Сам говорит, «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца». Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом. Бог есть любовь, и настолько Отец любит Сына, что все отдал в руки Его, и нет ничего, чем бы Он с Ним не поделился. И не наполнил Его Своим Божеством на все сто процентов. И поэтому Христос говорит, «Все, что Отец делает, и Сын так же творит». Сын имеет такую же самую власть, как и Отец. Он может делать все то же самое, что и Отец делает. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Что творит Он, то и Сын творит так же. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына. Здесь мы видим полное уравнение между Отцом и Сыном. Иисус Христос говорит, «Богу, ты им поклоняйся, и Ему одному служи». Не дай поклоняться и служить можно только одному Богу. Но Христос Сам принимает и поклонение, и служение. Евангелие от Матфея, 27 глава, мы читаем. Увидев Исхихо, поклонились Ему, а иные усомнились. В чем они усомнились? В том, что Христос Бог. Но апостол Фома не усомнился. Он познал, что Иисус Христос – этот истинный Бог, которому можно поклоняться. И поэтому Он пал, поклонился перед Ним и сказал, «Господь мой и Бог мой». А не просто Назвал Его Богом. И Христос не запретил Ему в этом, не упрекнул, что ты помянул Бога в суе, а похвалил блаженные, не видевшие и уверовавшие. В Евреям 1.6 говорится, «Да поклонятся Ему, то есть Христу, все ангелы Божии». И в книге Откровений Христос принимает поклонение точно так же, как и Отец. Апостол Павел еще так говорит, «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних». Поскольку служить можно только Господу Богу, то апостолы говорят, что они служители Господа Иисуса Христа и не стесняются этого, называют себя апостолами Христа, рабами Христа, служителями Христа и не погрешают против слов, что можно служить и поклонять только Господу Богу. Господь Бог в Ветхом газете говорит, «Я не отдам славы своей никому другому». Но в книге Откровений мы читаем, «Сидящим на престоле и огненку благословений, честь и слава и могущества во веки веков». Им вместе дается слава. Их прославляют ангелы вместе. Почему? Потому что, как сказал Христос, «Я и Отец одно». Далее Христос говорит, «Как вы чтите Отца, так же чтите и Сына, ибо Бог желает, дабы все чтили Сына так же, как ждут и Отца». То есть воздавали одинаковую славу и Сыну, как и Отцу. Это слова самого Христа. Иоанна 5.23. Иисус Христос назван Господом славы, «Ибо если бы не познали, то не распяли бы Господа славы» 1 Коринфянам 2.8. Но выражение «Господь славы» в реческом тесте подлинника артикулировано и потому указывает на титул, который действительно был известным в то время гибраизмом, указывающий на Бога. «Ктой сей царь славы, Господь крепкий и сильный, Господь сильн в брани» Псалон 23.8. В апокриотической книге Эноха многократно используется данный титул «Господь славы» применительно к Богу Всемогущему, к Богу Всевышнему будет проставлять Господа славы и вечного царя. Евреи знали эту книгу и знали, что титул «Господь славы» относится только к Богу, но апостол Павел употребляет этот титул и к Иисусу Христу. В новом языке мы также можем найти и прямые цитаты о том, что Иисус Христос является истинным Богом. 1 Иоанна 5.20. Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познали истинного, и мы в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. 2 Иоанна 6.20. Далее, ваш образ мысли должен быть таким же, как образ мысли Иисуса Христа. Он имеет ту же природу, что и Бог не хотел бы, чтобы ты не стал сохранить свое равенство с Ним, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса Христа приклонилось всякое колено на земле и на небе и под землею, чтобы каждый язык признал, что Иисус Христос есть Господь. Давайте сравним эти слова апостола Павла с словами пророка Исаии. «Обродитесь ко мне, и будете спасены все края земли, потому что я Бог и другого нет. Я поклялся самим собою в праведности из уст моих Высшего Слова, которые не возвратятся, преклонятся предо мною каждое колено, мною будет клясться каждый язык». Мы видим, что это пророчество апостол Павел относит к Иисусу Христу, что перед Его именем будут преклоняться все, и Его будут исповедать Господом Богом. Также апостол Павел говорит, «Из этого народа произошли патриархи. От них в логической природе происходит Христос, Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь». Аминь. Продолжение следует...